Евдокия Московская. Жизнеописание Святой Ефросинии, Великой Княгини, Жены и Вдовы Дмитрия Донского. Константин Ковалев-Случевский. Часть 4. Рождение сына Юрия. Появился на свет Юрий в 1374 году, как мы уже говорили, точно в день Святого Георгия, который отмечается и по сей день, 26 ноября, 9 декабря по новому стилю. Ни одно летописное упоминание об этом событии не дает никаких иных вариантов даты. К счастью, место рождения хорошо известно город Переяславль, ныне Переяславль-Залесский. Почему не Москва, то есть не отчина мужа и не великокняжеские покои? Да ведь Переяславль для Княгини был более родным и близким городом, нежели столица. Здесь прошла ее юность. Появление младенца произошло в необычный год. Оно было связано с уникальными обстоятельствами и важнейшими событиями. Княгиня была окружена известнейшими людьми, выдающимися деятелями Руси того времени, которые сыграли ключевые роли в нашей истории. Большинству читателей цифры 1374 ничего не говорят. Они показывают нам конкретный год и в настоящий момент могут быть интересны разве что некоторому количеству специалистов или знатоков. Но имеет смысл выделить эту дату в русской истории и предложить читателю отнестись к ней более серьезно и вынести ее как одну из ключевых. Не только потому, что именно в сей год княгиня Евдокия родила сына Юрия Георгия, а потому что произошла цепочка некоторых невероятных совпадений и обстоятельств, в результате чего история наша как раз и повернулась в последующее столетие в известном для нас сегодня направлении. Что же происходило в 1374 году на Руси? Осенью произошел важнейший общий съезд русских князей в граде Переяславля. Тогда были приняты общие решения, повернувшие политику Владимирской и Московской Руси, да и сам ход русской истории. Метрополит Московский Алексей, покровитель Евдокии, предполагая свою ближайшую кончину, примет решение о передаче митрополитчей власти игумену Троицкого монастыря Сергию Радонежскому. В этом году мы можем говорить о получении преподобным Сергием Радонежским особых подарков от византийского патриарха, а также совета указания по переустройству монастырского жития на общежительный устав. Авторитет старца стал в этом году настолько заметен, что Сергий был специально приглашен на вышеупомянутый княжеский съезд в Переяславль, при этом избран князем Дмитрием Ивановичем и его женой Евдокией в качестве крестного отца для их новорожденного сына Юрия. Он же и крестил младенца. Предоставление такой высокой чести – неординарное событие. Князь Дмитрий Иванович неожиданно для многих решает прекратить выплату Дани Орде. Это смелое решение, и события вокруг него вошли в историю под названием «Размирие». Размолка произошла с конкретным правителем Мамаем, который потребовал от Москвы увеличения размеров самой Дани. Из Орды на Русь в княжество отца Евдокии Нижегородское, в это время уже бывшее союзником Москвы, прибыл отряд под предводительством полководца Сарайки, дабы усмирить западные улусы. Нижегородцы Ордынское войско разоружили, пленили, а потом и вовсе всех порубили, включая Сарайку. С 1374 года русские князья стали действовать не разразненно, а сообща. Они объединили свои силы вокруг Москвы, что позволило им затем, в 1380 году, разгромить самого Мамая и его войско на поле Куликовом. Итак, все вышеперечисленное произошло или началось тогда, в 1374 году, когда княгине Евдокии пришло время родить очередного младенца, своего третьего по счету сына. В Троицкой летописи так и записали. Княгиня Евдокия стала участницей княжеского съезда и пира. И если речь идет о таких событиях, то неплохо бы знать, как они происходили. События такого рода бывали редко, хотя в представлении наших современников государственные деятели только и делали, что веселились и пировали. Отчасти этому способствовали многочисленные былины, которые рассказывали, к примеру, о временах князя Владимира Красное Солнышко. Там, что не былина, так все пир да пир. В таком праздновании принимали участие все, включая жен правителей. Но княжеский съезд, в отличие от пира, был событием не столько незаурядным, сколько весьма выверенным по своей структуре и обычаям. Такие съезды собирались в периоды, когда требовалось принятие важнейших решений или даже когда решалась судьба отдельных уделов, а быть может и всего государства. Они имели особые традиции и отличались от обычных переговоров или собраний, вплоть до некоторого церемониала, повторяющегося столетиями. О наиболее древних русских обычаях, связанных со съездами, повествуют, например, лаврентьевская или ипатьевская летописи. Они же показывают нам некоторую последовательность таких княжеских встреч. Если не было назначено определенного города для общего собрания, то князья съезжались в каком-то месте и происходило нечто вроде стояния на конях, предварительные переговоры. Затем, когда эти начальные процедуры с участием послов заканчивались, переходили к главному моменту встречи, к самому съезду. Собственно, такая встреча еще с киевских времен носила странное для наших современников название – СНЕМ. Что это такое? По старинному слово это писалось так – СНЕМ. А его синонимом или даже этимологическим прародителем является слово СОНМ по-древнерусски СОНМ. СОНМ означает собрание или скопление людей, так же, как и СНЕМ. Этим словом обозначается какой-то сбор, большой собор и даже просто народ или община. А понятие княжеский СНЕМ было обычным в русском летописании. Где происходили съезды с Немы, оказывается, место имело самое главное значение – и символическое, и политическое. Возможно, были варианты встреч в поле, вне поселений. Тогда устанавливались большие шатры, где располагались хозяева и гости. Чаще же важные переговоры организовывали в селах или городах. А наиболее значимые – в столицах тех или иных княжеств. Мы знаем о некоторых съездах в Древней и Средневековой Руси, в Киеве, во Владимире, Чернигове, Ростове и в том же Переославле. Для Большого съезда выбирался город со смыслом. Представителям особо чтимых княжеских родов важно было, чтобы съезд проходил на их землях или в граде, связанном с их великими предками, дабы показать гостям всю мощь своих семейных связей и владений. Переговоры происходили часто не за столом, а на ковре. То была не просто дань какой-то восточной или иной традиции. Ковер выступал символом единства и братства, мирного ведения беседы. Такую формулу встреч определил как-то князь Владимир Мономах, что зафиксировали летописи. Когда предлагал во время одного из съездов гостям сесть с братьями на едином ковре. Единый ковер становился единым сакральным пространством. Он уничтожал преграды и временно роднил или даже уравнивал тех, кто пришел на снем. Отказаться сесть или возлечь на общем ковре означало несогласие или недоброжелательность. Чем обычно завершались переговоры? Как правило, с оставлением какого-то документа. Возможно, даже определенной грамоты. Докончальной или иной другой. Этот документ скреплялся подписями, иногда печатями. При этом в действии присутствовали послы или послухи, то есть свидетели. Как правило, очень именитые и приближенные к князьям люди. Скорее всего, бояре. А в самом завершении, в знак более серьезного подтверждения правды происходящего, целовали крест. А личное целование креста каждым князям после удачных переговоров было важнее, нежели подписание договора. А на том крест целовали. Формула сия никак не могла быть нарушена. Хотя и сказано в Писании, не клянитесь. Но именно целование креста становилось заменой бывшей языческой клятвы, включая известные когда-то клятвы на крови, вроде ритуальных жертвоприношений. Нарушение письменных договоров было делом частым и, можно сказать, вполне понятным. Менялись ситуации или время, менялись и условия договоренностей. Но поступить против крестного целования означало совершить настоящее предательство. И оно, крестное целование, было гораздо серьезнее любых бумаг, пергаментов или печатей, становилось поводом долгих распрей и даже войн, вплоть до уничтожения, подчинения княжеств. Известно, что договор можно было просто прервать или даже физически уничтожить, например, порвать, что довольно редко, но происходило. Но для того, чтобы снять крестное целование, иногда приходилось прибегать к вмешательству главного церковного иерарха, митрополита, который подписывал в связи с этим специальные грамоты. Яркий пример этому один из многих, более позднее, начало XV века, грамота. Псовичам о снятии с них крестного целования и об отмене уставной грамоты князя Константина Дмитриевича, одного из младших сыновей Дмитрия и Евдокии, подписанная митрополитом Фотием. После всех вышеприведенных процедур завершалась официальная часть княжеского снема и наступала другая его половина, едва ли не самая известная в истории. Пир. Важный только что подписанный договор, а также крестное целование, надо было как-то отметить. Вот откуда появились те самые былинные рассказы, которые сформировали у наших современников представление о княжеских собраниях, как о больших торжествах, где столы ломились от снеди, а вино и мед текли рекой, в основном по усам, в рот не попадая. На самом деле это недалеко от исторической правды. Если уж пиры закатывались, то весьма внушительные. Иногда они длились днями, даже неделями. Вручались взаимные подарки, вплоть до лучших коней и оружия. Произносились здравицы, бояре или известные ратники соревновались в количестве съеденного или выпитого. Качество праздника должно было соответствовать важности съезда. В том самом 1374 году княжеский снем продолжался не одну неделю. Он собирался с небольшим перерывом дважды. Незаметно съезд пир перешел в 1375 год, где весной повторился. И что довольно редко случалось, в числе гостей на переговорах были также главные представители Русской Православной Церкви. В 1374 году великий князь Московский Дмитрий Иванович пригласил столь любимый Евдокий Переяславль в гости лишь некоторых русских князей. Почему некоторых? Просто потому, что среди них были не только друзья и соратники, но и последовательные непримиримые враги, которых приглашать было столь же непросто, сколь и почти невозможно. Многие потом посчитают, что поводом для Большого съезда послужило рождение Евдокии очередного сына, Юрия. Однако рождение это произошло во время самого съезда, когда все уже собрались в Переяславле, а не до того. Следовательно, на первый взгляд произошло совпадение, которое можно причислить к разряду символических и даже промыслительных. И действительно, рождение княгиней-младенца стало событием. Приглашенные именитые гости даже не подозревали, что празднование крещения нового наследника окажется довольно длительным событием, продлившимся на месяцы и с повторами. Постепенно превратится в большое собрание, на котором будут приняты важнейшие для Руси решения. Кто же приехал на этот съезд? Сведений об этом немного. С детьми, с бояре и с слугами прибыл отец Евдокии, князь Дмитрий Суздальский и Нижегородский. С ним также подъехали его родственники и супруга княгиня. Это сообщение показывает нам, что с самого начала съезд в Переяславле готовился не просто как переговорный в обычном кругу князей-воевод. То было большое собрание княжеских семейств, включая ближайшую родню. А самое главное – княгинь, то есть жен властителей княжеств. На лицо стремление князя Дмитрия Ивановича не просто принять какие-то важные решения, но и сблизиться по-семейному, с еще большим проникновением в совместные проблемы или нужды каждого союзного княжеского рода. Известно, что на съезд точно не приехал великий князь Тверской Михаил Александрович. Ведь уже тогда он успел снова, после мира в начале 1374 года, пересориться с Москвой в борьбе за великокняжеский престол. Мы уже знаем, что в Снеме приняли участие митрополит Алексей и преподобный Сергий Радонежский. Но был ли там будущий митрополит Киприан, посланный в наши края, из Византии? Увы, мы даже не ведаем, где он пребывал именно в это время. И вообще, находился ли он на самой Руси в дни съезда, или был в Киеве, а может и в другом месте? Однако уже тогда крестный отец младенца Юрия, игумен Сергий Радонежский, скорее всего поддерживал идеи Киприана, который проводил твердую политику влияния на Русь из Константинополя. Исходя из решений съезда и последовавших за этим исторических событий, исследователи данного периода становления московского княжества предполагают, что к Переославскому собранию могли, вероятно, иметь какое-то отношение князь Киевский Владимир Ольгердович, князь Чернигово-Северский Дмитрий Ольгердович, в 1374 году, возможно, носивший также титул князя Брянского. Затем новый князь Брянский Роман Михайлович, а также верховные правители княжеств Новосельского, Тарусского и Оболенского. Их дружины примут участие в составе союзнических войск во время похода Москвы на Тверь. Все они были крайне заинтересованы в преодолении зависимости от Орды, освобождении от ее влияния. То, что град Переославль у озера связан был с именем князя Александра Невского, также имело большое символическое значение. Кстати, старинный град находился неподалеку от Троицкого монастыря, что по дороге на север от Москвы. Настоятелю Троицы, игумену Сергию Радонежскому, не составило большого труда прибыть на общую встречу. Крестив рожденного Евдокия и младенца, как мы помним, нареченного в честь дня святого Георгия Победоносца, он совершил не совсем обычное действие. Связывание себя с мирскими обязательствами скорее было исключением из правил. Крестный отец, тем более для будущего князя, обязанность для игумена немалая. Но данный факт засвидетельствован в исторических документах. Не исключено, что рядом с Сергием и Евдокией в Переославле мог находиться подвязавшийся в этот момент Троицкой обители Инок Савва, будущий преподобный Савва Старожевский, звенигородский чудотворец. Не случайно же впоследствии его жизнь будет так крепко связана с судьбой Юрия Дмитриевича, когда тот станет удельным князем звенигородским. Для великой княгини Евдокии, подарившей мужу чудного младенца, град Переославль был почти родным. Она провела здесь многие годы своего детства, когда жила еще у своих родителей, князей Суздальских. Можно сказать, что это был для нее второй дом, где ей было тепло и уютно, легко и приятно. Возможно, она специально выбрала Переославль для рождения сына, а затем ее муж Дмитрий Иванович решил одновременно провести в городе княжеский съезд. В этом случае княгиня сыграла своим выбором поистине великую роль в истории русского государства. Вот почему, находясь в положении роженицы, Евдокия отправилась в северный город, нисколько не задумываясь о каких-либо проблемах. Кстати, известно, что и позднее, в 1380-х годах, она будет покровительствовать Переославлю и много здесь строить. Но возвратимся к итогам съезда князей 1374 года. В процессе переговоров и празднования в Переославле князья сошлись на том, что пора объединить свои силы против Золотой Орды. Мысли такие и раньше приходили многим из них в голову, но это были всего лишь идеи, желания и не более. Теперь, когда в Орде властвовала смута, а правители менялись ежегодно и даже чаще, было самое время собраться с силами и попробовать впервые за сто с лишним лет показать собственную отвагу. Именно с 1374 года, с этого символического праздника рождения Евдокии и крещения Юрия Дмитриевича Переославле, связавших несколько русских княжеств воедино для борьбы с вековым ордынским игом, была принята программа совместных действий по возможному прекращению выплаты дани Орде, а также по собиранию военных сил для совершения военного упреждающего удара по ордынскому войску, которое могло появиться в русских землях в связи с убиением посольства Сарайки в Нижнем Новгороде и представлять опасность для отца Евдокии. То была важнейшая веха политической и военной истории Северо-Восточной Руси. Впервые в таком союзе приняла участие Литва, заинтересованная в защите от Мамаевской части Орды, хотя и помышлявшая всегда при соединении к себе московских земель. В прямой зависимости от этого съезда и его идей, как мы уже говорили, был и произошедший военный поход 1374 года в Орду литовцев, отмеченный в летописях. Правда, почти в самый период работы съезда главного героя похода князя Юрия Кориатовича окормили, то есть отравили его же соратники. Но это имело отношение не к переославским задумкам, а к политике Литвы. После съезда уже не страшны были перемены и в настроениях жаждавшего великокняжеского ярлыка Михаила Тверского. В Орде, в пику князю Дмитрию, решено было выдать его сопернику ярлык на Великое княжество Владимирское, то есть по решению хана-царя Москва должна была подчиниться Твери. Ради получения такой грамоты князь Михаил Александрович отправил в Орду в марте 1375 года большое посольство. Сам же помчался к литовцам, дабы получить важного союзника против тех, кто собрался на съезде в Переославле уже вторично, после ноября 1374 года. Новая коалиция князя Дмитрия действовала быстро и согласованно. Походы и действия против Михаила Тверского были тщательно разработаны и спланированы на вновь собранном с Неми. Летом 1375 года, июля 13 дня, князь Михаил сумел получить вожделенный ярлык на Великое княжение, а резко порвал отношения с Москвой и начал войну. Но он даже не мог предположить, насколько Москва была к ней уже готова. В кругу князя Дмитрия собралось столь небывалое количество союзников, что вряд ли кто мог тогда даже помыслить о соперничестве с ним. Предполагается, что среди них были князья Ростовские и Ярославские, а также Суздальско-Нижегородский, Серпуховский, Городецкий, Белозерский, Кашинский, Стародубский, Тарусский, Новосильский, Оболенский, Смоленский, Брянский. Включились даже новгородцы, у которых с Михаилом были свои давние счеты. И полутора месяцев не прошло, как Тверь вообще перестала выдвигать какие-либо притязания на верховное правление. Мамай был еще слаб, а великий князь Литовский, Ольгер, не готов выступить против такой силы. Войны не состоялось. Москва выиграла битву политическими методами и психологическим давлением, хотя и совершила поход в сторону неприятеля. Съезд 1374-1375 годов оказался на редкость удачным. Объединенные силы, которые возглавил князь Дмитрий Донской, представляли для князя Михаила столь великую мощь, что он был вынужден почти сразу же подчиниться Москве. И даже ярлык, выданный ему ордынским ханом, не помог. Он просто стал ему не нужен. По договору и крестному целованию от 1 сентября 1375 года, великий князь Тверской Михаил Александрович признал себя молодшим братом, то есть подчиненным великого князя московского Дмитрия Ивановича. А главное расписывался в том, что больше не будет претендовать ни на Великое княжество Владимирское, ни на Москву, а вступит в коалицию с участниками съезда против Орды и Литвы. Многолетним историческим притязанием Тверского княжества на верховодство всей русской землей наступил конец. А год 1375 завершился, на первый взгляд, незаметным событием. Болгарин Киприан стал по решению патриарха Константинопольского митрополитом киевским и даже с правом принять на себя в дальнейшем полномочия митрополита всей Руси, каковым был на тот момент митрополит Алексей. Поэтому свое право Киприан мог осуществить лишь после кончины здравствующего пока митрополита. Таким образом, Литва потенциально все-таки выиграла спор с Москвой за митрополию, что повлияет в ближайшем будущем на ход русской истории. Таким был тот памятный съезд русских князей. И он с самого начала был связан с именем Евдокии и рожденным ею в те дни Юрием. Современными археологами было обнаружено каменное извояние воина-змееборца, которое находилось в алтарной преграде, появившегося как раз в то время Спасского собора, Спаса Андродникового монастыря в Москве. Оно было установлено, по мнению некоторых исследователей, еще при игумене Андродники в честь появления на свет в 1374 году великокняжеского младенца Георгия. На нем изображалась борьба со змеем, со злом, что символически станет смыслом будущей жизни князя Юрия. Так действительность иногда напрямую бывает связана с некоторыми предвидениями, появляющимися немного ранее. Рождение княгини Евдокии и младенца Юрия в Переяславле действительно стало своеобразным символом появления новых идей и новых перспектив. Ведь именно в эти дни были приняты самые главные решения по неподчинению Орде и борьбе с ней. Например, решение о будущем походе в Булгарию на земли хана-царя. Такого еще год назад никто не мог даже предположить всерьез. Поход этот был в реальности, осуществлен чуть позднее, три года спустя. Ходила дружина князя Дмитрия Ивановича на Волжскую Булгарию. И что удивительно, спустя почти 20 лет нынешний новорожденный Юрий повторит все это почти буквально. Пойдет в Орду на тех же Булгар. И продвинется он много дальше всех своих предшественников. Предположительно добравшись до самых восточных городов Булгарии. То есть туда, куда не доходили ни прежние русские дружины, ни даже новгородские ушкуйники, бывавшие в Камско-Волжских землях с набегами не один раз. Приведем еще один необычный исторический факт. На листе 74 Троицкого списка новгородской первой летописи, один из ранних документов, рассказывающий о той эпохе, мы находим запись о родословии русских князей. Прочтем сам ее конец. Из Троицкого списка новгородской первой летописи. Роды русских князей. А Иван ради Ивана. А Иван ради Дмитрия князя. Той бы Дмитрия свящался самодержцем. А Дмитрий ради Юрия. Все. На этом родословие заканчивается. Упоминаются здесь князья Иван Первый Данилович Калита, Иван Второй Иванович Красный, Дмитрий Иванович Донской и его сын Юрий Дмитриевич. Будущий князь Звенигородский и Галичский. А затем великий князь Московский Владимирский. И никто более. Мы видим, что в текст включены только прямые наследники и преемники верховной власти на Москве. Но остается только догадываться, почему автор текста не упомянул другого сына Евдокии, старшего брата Василия, ставшего в реальности великим князем после Дмитрия Донского, а поместил здесь имя Юрия. Кроме того, почему он вообще закончил список на Юрии, не продолжив его каким-либо следующим преемником. Похоже, что автор никого вообще больше не принимал за реального преемника. Так ли это? Во всяком случае, можно предположить лишь особую значимость имени князя Юрия для того, кто составлял важнейший документ русской истории, коим испокон веку считалась летопись. Ведь просто так, на столь странную запись, изменяющую цепь родовой истории русских великих князей, никто бы не решился. Таким образом, в ноябрьские дни 1374 года, появившийся благодаря Евдокии на свет мальчик, наследник, младенец, буквально оказался золотым. Его рождение пришлось как никогда к месту. Во-первых, к общему княжескому съезду наследника сразу же с гордостью показали не только матери и отцу, но и всем русским князьям. И они запомнили его имя. Во-вторых, дата 26 ноября оказалась непростой. Ребенок впервые подал свой глаз на этом свете в день рождения своей матери, великой княгини Евдокии. Она, как мы помним, предположительно родилась также 26 ноября. В-третьих, нарекли его именем Георгий по дню рождения, а потому он всегда будет символически связан с своим тезаименитым небесным покровителем, святым великомучеником Георгием Победоносцем. Князь Юрий не будет знать ни одного поражения в битвах, ставшим позднее символом Москвы. Для некоторого позитивного восприятия его как личности со стороны современников такое имя было очень важным символом. И, наконец, в-четвертых, сын Евдокии был крещен самим преподобным Сергием Радонежским. Что еще можно добавить к такому перечислению фактов и имен, да и такому стечению обстоятельств? Подобного рождения и крещения Русь, наверное, не видывала. Мальчик казался и в самом деле драгоценным и богоугодным. Будущей надеждой великокняжеской семьи и московского престола. Почему и для чего великий князь Дмитрий Иванович и его жена Евдокия Дмитриевна выбрали крестным отцом своему любимому сыну Юрию, Игумена из недалекого от Переославля монастыря. Ведь к тому времени сам великий князь еще, видимо, не был столь близок к преподобному Сергию. Да и не знал его уж слишком хорошо. Можно лишь предположить, что рекомендации для этого он получил не только от митрополита Алексея, но и, возможно, от будущего митрополита Киприана, который уже незаметно покровительствовал Сергию. Не говоря уже о духовнике князя и княгине, родственнике Сергия Феодоре и Симонова монастыря на востоке от Москвы. Жизненный путь основателя Троицкой обители неподалеку от города Радонежа к тому времени был мало кому известен, хотя слава о духовных подвигах его уже разнеслась по московской земле. Епифаний Премудрый в житии преподобного Сергия Радонежского 15 век писал «Отрок внезапно постиг всю грамоту и чудесным образом изменился. Какую бы книгу он ни раскрыл, он хорошо читал и понимал ее. Этот благодатный отрок от самых пеленок, познавший и возлюбивший Бога и Богом спасенный, был достоин духовных дарований». Да, начиналось все так. Некоторое время назад отрок Варфоломей, будущий Сергий Радонежский, решил оставить родительский дом и найти себе пустынное место для проживания. Вместе с братом Стефаном он построил первоначально из дерева всего лишь маленький домик, именуемый кельей, с таким же миниатюрным храмом неподалеку во имя Троицы, чтобы постоянным взиранием на него побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира. Вокруг стоял вековой лес. Так основывались обычно монастыри на Руси. Варфоломей еще даже не был монахом, он принял пострых позднее от игумена Митрофана и только тогда получил имя Сергий. Это произошло в день памяти мучеников Сергия и Вакха. Тогда будущему настоятелю большой обители было 23 года. Брат оставил его, уехал в Москву. Он станет затем духовником князя Дмитрия Донского и его жены, княгини Евдокии. Можно представить себе, сколь непроста и даже опасна была жизнь в одиночестве, в лесу, в окружении диких зверей, в годы, когда битвы, моры и пожары просто сметали большую часть окружающего населения. Выживание становилось настоящей наукой, в том числе и духовной. Однако в жизни все так и происходит. Если слух пошел, то его уж никак не остановишь. Окрестные жители поразнали о поселившемся в лесу подвижнике. Сюда стали изредка приходить люди, знакомиться, разговаривать. Некоторые решили селиться неподалеку. Стали строить такие же келья из дерева. Так поселение разрасталось. В итоге получился новый монастырь, с которым братья уговорила Сергия принять настоятельство над ними. Он был рукоположен священнике и епископ Афанасий из Переяславля. Назначил его игуменом. То были уже 1353-1354 годы. В монастыре Сергия было принято решение, что иноков будет только 12. Видимо, по числу апостолов. Хотя теперь предполагают даже некое ирландское влияние, где в обителях определялось наличие только такого количества монахов. И включить в число братьев кого-то нового можно было только при условии, что их станет меньше 12, по той или иной причине. Первое время жизнь монастыря была устроена по очень строгому уставу. Сергий постановил, что получать все необходимое для существования монахи могли только в результате собственного труда, в первую очередь физического. Не возбранялись также приятия добровольно принесенных кем-то даяний. Однако прошение милостыни в любой форме пресекалось на корню. Постепенно Сергий стал принимать монастырь всех желающих. Правда, только после определенных испытаний. Среди таких новых обитателей могли оказаться и малоизвестные люди, но также и состоятельные вельможи, включая бояр, воевод и даже князей. Слава и почитание Сергия росли, однако в это время он предпринял свою знаменитую реформу монастырской жизни, которая чуть не повлекла для него потерю игуменства в основанной им обители. К этому времени слух о подвижнике Сергии дошел до Константинополя. Патриарх Филофей, активный сторонник распространения общежительного устава в жизни православных монастырей, предложил игумену троице ввести новый порядок у себя в обители. Для подтверждения своего участия и внимания к преподобному патриарх прислал ему крест с мочами, а также письмо-грамоту, в котором благословил его на введение новшества. «Совет добрый даю вам», — так писал первосвятитель Вселенской Церкви Сергию, «чтобы вы устроили общежительство». Неожиданно было и то, что патриарх не отправил такой же совет в уже известные и давно существующие монастыри на Руси. Он обратил внимание на нового игумена и его братью, предполагая, что они смогут стать проводниками нового византийского влияния на Москву. И как мы увидим далее, патриарх не ошибся. Что значило введение общежития для тех, кто собственно жил в монастыре? Формула была проста. По сути, происходила полная перемена в жизни каждого инока. Если до этого он имел какое-то собственное личное имущество, пусть даже и минимальное, какое-то собственное жилье, те самые домики-килики вокруг деревянного храма Троицы, то теперь он должен был отказаться от всего. Имущество монастыря и каждого в отдельности становилось общим, как и становились общими трапеза, ведение хозяйства и многое другое. Митрополит Алексей, как мы уже знаем, предполагал передать московскую кафедру Сергию, не видя иного преемника на важнейшем для того времени посту. Известно, что Троицкий игумен отказался и от перемены черных монашеских одеяний на богато украшенные митрополичи, и от подаренного ему Алексием Золотого Креста объявил, «Я от юности не носил золото, а в старости тем более подобает мне пребывать в нищете». А в наступившем к тому времени 1374 году произошла очередная важнейшая для преподобного Сергия и князя Дмитрия Донского с женой Евдокией встреча на съезде в Переославле. Можно быть уверенным в том, что участие Троицкого игумена и позднее митрополита Алексея не ограничивалось только церковными проблемами, в первую очередь вопросом преемственности митрополии, а также крещением младенца Юрия. Конечно, они участвовали в главных переговорах по стратегическим вопросам единения русских княжеств перед лицом новых угроз, в частности, возможного карательного похода на Русь темника Мамая после убийства его посольства в Нижнем Новгороде, городе отца Евдокии. Одних прагматических выводов явно не хватало. Необходимы были воодушевления, духовные обновления, чтобы понять важность предстоящих преобразований. Хотя вполне вероятно, что преподобный Сергий в это время исполнял просьбу отсутствовавшего Киприана не забывать о важности влияния на светские решения церковных иерархов, включая еще не ослабший тогда Константинопольский патриархат. Рожденный Евдокией сын Юрий много еще сделает для Руси. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...